Всем привет! Сегодня поговорим немножко о пчелопакетах. Пчелопакеты это отличный способ для расширения пасеки. Понятно, что опытные пчеловоды видели сотни, а то и тысяч пчелопакетов, но все же поговорим о пчелопакетах, так как начинающие пчеловодам это надо знать и должно быть интересным. Какими бывают пчелопакеты, что такое пчелопакеты, как организовать покупку пчелопакетов, как организовать перевозку пчелопакетов, какие могут быть подводные подвохи при покупке пчелопакетов и как их избежать, как подготовиться к покупке и о многом другом. Так что, если вам интересно, приятного просмотра! Что такое пчелопакеты и в чем отличие пчелопакета от пчелосемьи? При расширении пасеки или для начала занятия пчеловодством, необходимо приобрести пчел. Для этого существует несколько вариантов, способов. Купить пчелосемью, купить пчелопакет или рой. Ну, с ройом, в принципе, все понятно. А вот пчелопакеты или пчелосемьи. Отличий пчелопакетов от пчелосемьи несколько. Пчелосемья – это перезимовавшая семья пчел. Грубо говоря, уже слаженная семья. С маткой, с пчелами разного возраста, разного количества. С летной и рабочей пчелой. Трутнями, расплодом разного возраста и так дальше. При продаже семьи можно приобрести сушь, корма от, в принципе, и улей. Пчелопакет – это практически та же семья, только небольшая, которая должна содержать не меньше 1,2 кг пчел, 3 кг корма и не менее 2 рамок печатного расплода, полноценных рамок тадоноблата, то есть 435 на 300 мм. Кроме того, летная пчела редко попадает в пчелопакет. Чаще при формировании пчелопакета в него попадают пчелы, которые обсиживают рамки с расплодом, который мы берем пчелопакет. И с нескольких рамок стряхивает пчел дополнительно. Чаще всего тоже внутриулевых пчел. Пчелопакет должен иметь плодную пчелиную матку не старше 2 лет и так дальше. Таким образом, пчелопакет состоит по большей части из молодых пчел печатного расплода на выходе хорошей плодной пчелиной матки. Пчелопакеты для удобства транспортировки помещаются в ящики легкие, которые изготавливают, как правило, из ДВП, фанеры или в продаже сейчас гафрокартон. Пчелопакеты могут быть разными по комплектации. Количество расплода и пчел, а также различаться на сотовые и бессотовые пчелопакеты. Пчелосемью можно приобрести в любое время года, а пчелопакеты, как правило, покупаются весной, хотя можно и летом. Вот так кратко, что такое пчелопакеты. Что лучше купить? Пчелопакеты или пчелосемью? При выборе, что купить, необходимо учесть много факторов. Нужно учесть время года, обязательно опыт пчеловода, наличие суши на пасеке и многое другое. Не лишним будет посмотреть и на свои финансовые возможности. Если вы новичок, я думаю, что лучше купить пчелопакеты. Если купить сразу пчелосемью, то нужен хороший опыт, уход за пчелами. Пчелосемья, если купить весной, может прийти в роевое состояние и нужно будет применять весь комплекс противороевых приемов. Для начинающего пчеловода это довольно сложно и пчелосемья может прийти в роевое состояние и просто перероиться. Матка может пропасть при облете, например, молодой или по другим обстоятельствам. В этом случае может пропасть семья, сойти на нет. Пчелопакеты, они, как по мне, обладают большим потенциалом для развития. И если, конечно же, пчелопакет правильно составлен, без там мошенничества. Пчелопакеты формируются, как правило, от хорошей, сильной семьи. Вот в пчелопакетах должна быть хорошая плодная матка, пчелы молодые и печатный расплод на выходе. И такие пчелопакеты очень хорошо и быстро развиваются по весне. Не зря вот опытные пчеловоды, они получил пакет ранний, способны сделать сильную семью за лето, которая запасет себе карма на зиму и позволит даже пчеловоду получить немного, даже может и много товарного меда. В то же время слабая семья за месяц-два отстает в развитии от того же пчелопакета хорошего. Большое количество молодых пчел обеспечивает быструю постройку новых сот из ващины, что не требует очень больших запасов суши на пасеке в случае с пчелосемьей. Пчелосемью нужно обеспечить комплектом суши, в принципе и ващины тоже, чтобы получить медосбор и так дальше. Пчелопакет это маленькая пчелосемья и молодой пчеловод он растет вместе с этой семьей, постепенно с ростом семьи набирается опыта и так дальше. Но это не означает, что знание и опыта для работы с пакетами вообще не нужно. Да и молодые пчелы в пакете, они меньше агрессивные в первые дни, когда мы привозим, чем в семье. В семье старые и в первый день пчеловод меньше рискует получить дозу ужалений, что в принципе также повысит самооценку пчеловода и укрепит уверенность в своих силах, в своих возможностях. Если вы решили купить пчел весной, основой хорошей взятки в будущем сезоне или, если можно так сказать, определяющим фактором будет качество пчелиного пакета. Качество матка, качество и отсутствие болезни у пчел. Как правило на продажу идут сотовые пакеты. Пакетные семьи формируют весной или во время, прямо при продаже, когда присутствует покупатель. И это, кстати, самый оптимальный вариант для покупателя, присутствовать при отборе. Некоторые хозяйства, пчеловоды, создают пакеты во второй половине лета и эти пакеты зимуют. Я лично тоже решил расширить свою пчеловодческую нишу, используя уль из шестирамочники из ППС. Формирую летом отводочки, которые будут зимовать, а весной это будет готовый полноценный пакет с молодой зимовалой маткой. Поэтому я сделал еще один тачок, кто знает, кто не знает. И так называемый пакетно-матковый выводной тачок, где специально он сделан для продажи пакетов. Я считаю, что такой пакет можно рассматривать как капиталовложение на будущий сезон. Но, как зачастую, пакеты начинается формирование в конце апреля, начале, средине мая, в зависимости от региона и погодных условий. После того, как семья набрала достаточную силу, от нее отбирают часть пчел, рамки с расплодом и медом для реализации в пакетах. Оставшуюся часть семьи дают маточник на выходе и плодную матку. Тут все зависит от погодных условий и возможности выращивать маток. Если семья не успевает набрать нужной силы, то некоторые пчеловоды прибегают к варианту формирования сборных пакетов. Ну, как по мне, это неправильно. Семья пчел в сотовом пакете должна соответствовать требованиям ГОСТа. Там ГОСТы были еще 1975 год. Но, по крайней мере, раньше в советские времена действовали ГОСТы, по которым совхозные пасеки работали, пакеты отбирали. А сейчас же больше пакеты формируют, как по мне, на глаз. Но все-таки стараются не отходить от тех самых ГОСТов, ранешних. Важным фактором является то, что расплод для пакетов отбирают лишь печатный. Так как открытый расплод при транспортировке, он подвергается сильной тряске и пчелкам сложно поддержать нужные параметры и так дальше. И частично вот этот непечатный расплод может погибнуть. Кроме того, пчелы, выкармливая личинок в пути, они сильно срабатываются. Им нужно расходовать много энергии на поддержание микроклимата и так дальше. Для необходимой для жизнедеятельности личинок. Пакеты формируют коричневыми или светло-коричневыми сотами. Ну, по ГОСТу. Светлые соты ставить в пакеты не рекомендуется. В дороге они легко обрываются, что может привести к значительной гибели пчел, запариванию, а также практически полному уничтожению семьи. Сотовые пчелопакеты могут быть четырехрамочные или шестирамочные пчелопакеты. Ну, или так называемые отводки. Все измерения рассчитываются на стандартную рамку додоноблата размером 435 на 300 мм. Комплектация пчелопакета может быть разной. Это и две рамки с расплодом, две рамки с кормом. Но, допустим, этот вариант он не очень. И такой пчелопакет у пчеловодов он считается не очень хорошим. Чаще, как правило, используют комплектацию 3 рамки с расплодом и 1 рамка с кормом. То есть 3 плюс 1. Иногда используют пчелопакет из 4 рамок расплода без корма. Но нужно помнить, что такие пчелопакеты хороши, но для длительной транспортировки, перевозки они непригодны. И их необходимость мы взяли пересадить в постоянное место жительства в день покупки. Ту или иную комплектацию пакета, как правило, оговаривает продавец и покупатель заранее, предварительно. Как правило, 4 рамочные пакеты реализуют весной, а отводки 6 рамочные чуть-чуть позже. И летом, позже, позже, позднее весной или летом. Формируют сотовый пакет, в принципе, следующим образом. В подготовленный ящик сбоку ставят, помещают светло-коричневый сот или коричневый с запечатанными кормами. На незапечатанном корме пересылать пчел нежелательно. Они могут погибнуть в пути от зоопарки, оборваться и потечь мед. Посредине помещают коричневые соты, 3 рамки с печатным расплодом, а также с пчелами, покрывающими этот печатный расплод. При формировании пакета обязательно нужно отыскивать матку и прослеживать, чтобы матка попала именно в ящик. В ящике рамки сверху укрепляют, чтобы при транспортировке они не прыгали. Затем или через воронку, или всовывая рамку с пчелами в ящик, страхивают пчел с 1-3 сотов. Ну, все зависит от того, как плотно обсиживают пчелы рамки. Берут эти рамки срединные гнезда, где находятся молодые пчелы и страхивают. Следовательно, пчел взятых на 4 сотах, страхнутых еще с 1-3 будет достаточно, чтобы соблюсти необходимые кондиции пакета. Пакет закрывают крышкой, которую прибывают гвоздями, скобами, ну, кому как удобно. Сформировав пакет, этот относят в тени и сохраняют его до отправки. Какой же должен быть сотовый пакет? Из чего он должен состоять? По ГОСТу 4-х рамочный пакет состоит из 4 рамок светло-коричневых или коричневых сотов. Разновозрастной пчелы не меньше 1,2 кг. Плодной матки не старше 2 лет. Расплода пчелиного в переводе на соты размером 435 на 300, не меньше 1,5 рамки. Корма для пчел не меньше 3 кг натурального меда или 60% сахарного сиропа. Корм для матки в клеточке не меньше 15 грамм канди. Ну и допускаются тротни. Если поставленные пчелиные семьи соответствуют районированной породе пчел. Ну, так как районирование у нас не работает, всем известно, то пакеты, например, с карпатскими пчелами, они легко и просто едут туда, где их не должно быть. Ну, например, возьмем Полтавскую область, откуда я, где обитает украинская степная пчела. Ну, уважаемым карпатчикам, извините, без обид, им пофиг на это. Но зато они вспоминают о районировании, когда кто-то там завозит Бакфаст или Карпатку. Как по мне, это лицемерие. Ну, да ладно, сейчас не об этом. Поехали дальше. Есть также и бессотовые пчелопакеты. Если пчелопакет бессотовый, то он содержит плодную матку в клеточке, кормушку с канди или сахарным сиропом, ну, в кусканде, и поилку для пчел и так дальше. Пчел должно быть 1-2 килограмма, допускается разброс там 100-200 грамм, в той или иной стороне, по той причине, что в одном пчелопакете может быть там 1,100, а в другом там 1,300. К сожалению, многие мошенники, они пользуются тем, что на глаз определить пчел в пакете практически невозможно, и пчел зачастую оказывается меньше, чем положено по норме, хотя бы килограмм. Встречаются также и неправильные комплектации пчелопакета кормушкой или кормушкой для пчел, из-за чего пчелы могут погибнуть в пути. Особенностью бессотового пчелопакета является то, что его можно заселить в любой улье, в любой конструкции. Это очень удобно. А также то, что в таких пчелопакетах не передается много различных болезней пчел. Пересылка в них имеет ряд существенных преимуществ, так как масса бессотового пакета с пчелами и кормом 4-5 кг в 3 раза меньше с сотового пакета. Поэтому перевозка бессотовых пакетов обходится в раза в 3 дешевле, допустим, транспортной компании, и расход корма в дороге значительно ниже. Гибели расплода, естественно, нет, не бывает, так как всеми формируются бессотов. На пасеках, производящих эти пакеты, запас сотов не уменьшается, что есть плюсом, но есть и определенные минусы. Кстати, на данный момент я принимаю заказы на изготовление воронок и накопителей для пчел. Так что, если кому нужна воронка или накопитель для создания тех же бессотовых пакетов или сотовых штучных краев, отводков, матководства, для соселения нуклеуса и так дальше, обращайтесь и видео об этом инвентаре вы можете посмотреть в подсказках, я сделаю, в правом для вас верхнем углу. Итак, при любом пчелопакете матка должна быть плодной и не старше двух лет. Поздней весной она может быть даже и этого года, если это поздний. Трутни могут также попасть в число пчел, этому не стоит удивляться. Гостом раннешним это разрешается, правда, с отговоркой, что порода пчел должна быть районированной. Ну, кого это останавливает? Как выбрать пчелопакеты? Покупка пчелопакета может быть как лотерея. Дело в том, что объявлений о продаже пчелопакетов много. И не всякое объявление, это объявление пчеловода, профессионала. Если купить плохой пчелопакет, то там другая порода пчел, там они заявленные, или количество пчел меньше положено, они самые страшные, хотя и это плохо. Можно завести на пасеку опасную болезнь или вредителей, что погубит всю существующую пасеку. Вот это самое страшное. Кроме того, пчелы могут просто не выдержать там пути при перевозке. Можно нарваться на мошенников, по этой причине многие предпочитают покупать пчелопакеты самостоятельно, сами. Они проезжают люди сотни, а то и тысячи километров, чтобы купить пакет. Приехав на пасеку, где формируются пчелопакеты, можно посмотреть на то, как организована пасека, в каком она состоянии. По возможности посмотрите качество ульевых рамок. Это поможет сделать вывод о качестве пчелопакетов. Это важно, потому что формировать пчелопакеты вам самим не дают, никто не даст, это как правило. Никто не любит, чтобы посторонние люди заглядывали в ульи и перестанавливали там рамки, что-то делали. Тем не менее, вы можете посмотреть 1-2 улья на выбор, попросить поведение пчел, общее состояние рамок пчел, печатка меда, окраска пчел, поведение. Могут дать вам сделать определенный вывод. Также вы можете посмотреть пару отобранных пчелопакетов. Особое внимание следует обратить на качество работы матки. Печатный расплод, он должен быть сплошным, без пропусков и, самое главное, без признаков какого-либо заболевания. Также следует перед дорогой проверить закрепление рамок. Для этого достаточно слегка пошатать ящик и грохот внутри рамок все скажет за себя. Бывает, что покупая пчелопакет, может оказаться, что он уже был в пути. Это не такой уже редкий случай, когда реализация идет с центральной базы, например, с тачка, а тачки расположены по всей округе и дороги у нас, в принципе, не автобаны. Об этом расскажут покалеченные пчелы на дне улья и рассатанные рамки в пакете. Если на рамках присутствует побелка или отстроенные языки ващины, то пчелы в пути уже несколько дней. В принципе, наличие побелки языков это также считается хорошим признаком того, что пчелопакет хороший. Помните, мало кто согласится, чтобы вы сами формировали пчелопакет. Но если вам запрещают вообще посмотреть на ульи, ну хотя бы несколько ульев или отобранные пчелопакеты, то это сигнал, что не все благополучно. Перевозка пчелопакетов Пчелопакеты зачастую преодолевают сотни, а то и тысячи километров, прежде чем попадут на пасеку покупателя. При перевозке сотовых пчелопакетов следует обратить внимание на закрепление рамок, на закрепленность в самих пакетах, для того, чтобы они не болтались. В противном случае можно перебить много пчел. Для предотвращения болтания рамок их закрепляют специальными рейками или там гребешки. Также их можно закрепить, положив между крышкой пчелопакета и рамками кусок поролона, который не даст возможности рамкам подпригивать в дороге. Рамки с кормом также берут не полностью полнометные, чтобы избежать обрывов сотов. Сотовые пчелопакеты при перевозке в кузове машины, в прицепе устанавливают продольными рядами обязательно и оставляют промежутки между ними для хорошей вентиляции. Это мало кто делает. Все пчелопакеты с пчелами необходимо хорошо закрепить, увязать, чтобы они не шатались при транспортировке и не возвышались над бортами автомобиля более чем на половину своей высоты. Скорость движения автомобиля с учетом состояния наших дорог должна исключать тряску, которая может привести к разрушению сотов, пчелопакетов, запариванию и так дальше. Для успешного длительного переезда, если далеко, следует серьезно отнестись к обеспечению пчелопакетов кормами. Следует учесть, что пчелам, вышедших из печатного расплода, молодым пчелкам, в пути требуется дополнительное количество меда. Поэтому нужен мед. Перевозку пчелопакетов можно осуществлять как днем, так и ночью. Ночью будет более комфортно. Следует учесть, что при дневных остановках автомобиль не должен быть на солнцепеке, если что в тенечек, иначе можно запарить пчел. Следует отметить, что чаще как раз запариваются самые сильные пчелопакеты, когда там много пчел. При очень-очень длительной транспортировке желательно провести остановку на день, где-то в тенечке, для того, чтобы дать возможность открыть пчелопакеты и дать пчелам вылететь пчелопакетов, чтобы пчелки сделали очистительный облет, набрали водички и так дальше. В длительной дороге стоит особое внимание обратить на обеспеченность пчел водой. Поэтому поролончик снизу мокрый, можно положить. По возможности вы убираете дорогу с максимально хорошим покрытием. Чем меньше тряски, тем лучше для пчелопакетов. Пускай будет дольше, но ровнее. Спокойный угол пчелопакетов говорит о благополучии пчелопакета, о перевозке. Какие могут быть подводные камни при покупке пчелопакетов? Продажа пчелопакетов – это, в принципе, выгодный бизнес. По этой причине хватает мошенников, которые под видом пчеловодов продают пчелопакеты. На ЛХ куча их. Какие самые распространенные подвохи используются мошенниками? Самое безобидное – это меньше, чем положено количество пчел в пчелопакете. Это самое безобидное. Хуже, если пчелопакеты сборные, от слабых семей. Обычай, от одной сильной семьи формируется пчелопакет. Но некоторые недобросовестные товарищи могут для увеличения количества пчелопакетов прибыли, формируя пчелопакеты от нескольких слабых семей. Ничего хорошего, в принципе, это не сулит в будущем. Матка в пчелопакете должна быть плодной и, желательно, не старая, не старше двух лет. Но по почте, если мы получаем, могут прислать все, что угодно. Порода пчел. Все пчеловоды хотят, чтобы получить чистопородных пчел и породу самую лучшую. Но селекция и поддержание чистоты породы это труд очень тяжелый. На волне вот этого интереса к модной породе вам могут продать все, что угодно. И хорошие, и плохие, и здоровые, и беспородные, и нездоровые. Самый худший вариант, это когда пчелопакет оказывается источником болезней, инфекционных болезней. Там европейские, американские гнильцы. Можно подхватить это на раз. А клещи, клещевые болезни, это еще не самый страшный по сравнению с гнильцами. Если посмотреть, сколько болезней у пчел, то становится страшно. По этой причине без сотовые пакеты имеют преимущество перед сотовыми, потому как не передаются много болезней. Продавец практически всегда имеет на руках все документы веценитарии о благополучии на своей пасеке. Но ситуация, когда документы на одну пасеку, а пчелопакеты формируют из состава других пасек, это случается. Вариант, когда вы перечислили деньги предоплатой по почте, и ждете пчелопакеты, и они не приходят, мы не будем рассматривать. Это кидок. Как уберечься от всего этого? Опытные пчеловоды, они предпочитают поехать сами, пускай это и далеко, там за сотни километров, и лично взглянуть на пасеку, на продавца, на пчелопакеты, на уль и так дальше. На пакеты, которые им отбирали, и сами привозят пчелопакеты к себе на пасеку. Но это не все могут сделать. В этом случае можно постараться найти знакомого пчеловода, который ездит в округе, который занимается пчелопакетами, и попросить, чтобы он привез и вам несколько. Можно даже нескольким пчеловодам в складчину собраться и отправить одного там самого опытного за пчелопакетами, куда надо. Кроме того, найдите отзывы о том или ином продавце, причем желательно не на форуме, там от ника 111, а от реального продавца, кто уже покупал у продавца этого, и поинтересоваться его мнением о качестве пчелопакетов и так дальше. Если таких знакомых у вас нет, то необходимо искать старых зубров, они есть везде, которые продают пчелопакеты уже не первый год и не два, и их адреса легко найти в интернете, они дорожат своей репутацией, и пчелопакеты у них будут, как правило, высокого качества. Но надо быть готовым, что придется заплатить несколько дороже, чем средняя цена в обычных. Ну, не скупитесь, это того стоит. И заказ делать за год вперед к ним очень-очень большая и не протиснется. Ну, как-то так. Фух, все, друзья, на сегодня все. Надеюсь, это видео будет полезным начинающим пчеловодам, да и тем, кто не начинающий, но впервые решил продавать или покупать пакеты. Ну, или хотя бы интересным кому-то. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, предлагайте новые темы, комментируйте и помните, не пчелы сами по себе и не ульи дают огромные доходы, но дают их умение человека. Все, с вами был Иван Фабро, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok